Здравствуйте! Давайте рассмотрим выкройку юбок на все типы фигур. Очень часто, когда мы ищем какую-то выкройку, а не строим ее сами, мы прибегаем к журналам, а в журналах мы находим только типовые, стандартные выкройки на стандартную фигуру, но наша фигура не всегда стандартна. И поэтому я хочу вам рассказать, как можно покроить и сделать расчет выкройки в том случае, если выпуклые ягодицы, выступающие впереди, живот, на что нам нужно обратить внимание. Итак, для построения выкройки необходимо правильно снять мерки. Для этого, вот я нарисовала вам эта линия талии, вот заштриховала, это будет юбочка на линию талии, необходимо повязать резиночку. Почему резиночку? Потому что, когда вы подвигаетесь, резинка станет на то место, где будет носиться у вас юбка. То есть, она сама найдет и определит то место, где ей нужно находиться. Затем берем сантиметр и снимаем мерки. Снимать мерки будем до линии пола. Вот я нарисовала линию пола. И будем снимать сначала обхват талии в самом узком месте, в том месте, где расположена наша резинка. И записываем его в половинном размере, то есть, одна-вторая обхвата талии. Вот я взяла для расчета примера 40 сантиметров. Снимаем обхват бедер. Обхват бедер снимаем в выступающих частях выпуклых ягодиц, выступающего живота. Записываем в половинном размере. Для примера 54 вы берете свои мерки. Затем снимаем длину юбки. Трижды будем снимать. Одна мерка. Длина юбка сзади. Снимаем от резинки, завязанной на талии, до линии пола. И вот я написала длина юбки. Дюз это сзади. 101 сантиметр. По боковой линии от резинки до пола. 102 сантиметра. Дюб. Длина юбки боковая. И дюб. Длина юбки переда. От резиночки на талии до самого пола. 100 сантиметров. И еще необходимо определиться с длиной юбки. И здесь уже размер снимают от линии пола до длины юбки. Возьмем 40 сантиметров. От линии пола. Таким образом мы можем высчитать длину юбки сзади. 101 сантиметров. Минус 40. 61. Длина юбки спереди. Сбоку. Простите. Сбоку. Длина юбки сбоку. 102 минус 40 62. И длина юбки переда. 100 минус 40 60 сантиметров. Получаем 61 62 60. Учитываем прибавки на свободу облегания. По талии можно взять от 0 до 1 сантиметра. Не берем. По линии беден берем 1 сантиметр. Поэтому полуобхват бедер при расчете используем 55 сантиметров. Приступаем к построению чертежа юбки. И начинать будем необычным способом с низа юбки. Итак, строим сетку. Определяем линию низа, линию бедер и линию талии. Проводится сначала линия низа. Определяем. Ставим точку N. И длину сзади откладываем. Длину сзади мы рассчитали 61 сантиметр. 101 минус 40 60. И откладываем от точки N вверх до линии талии 61 сантиметр. Теперь находим линию бедра. И берем величину, как постоянную, 18 сантиметров. От точки T опускаемся вниз на 18 сантиметров. Находим линию бедра. Проводим горизонтальные линии. Но для того, чтобы знать, какую величину горизонтальные линии проводить, из расчета ширины юбки будем мы ее проводить. Поэтому ширина нашей юбки, мы определились, 55 сантиметров. То есть это полуобхват бедер плюс 1 сантиметр на свободу облегания. Откладываем 55 сантиметров от точки B, ставим B1. От точки T ставим T1. От точки N ставим N1. Соединяем. Получаем сетку. Сразу можем подписать. Длина. Это у нас будет заднего полотнища. И это будет середина заднего полотнища юбки. Сгиб. С этой стороны, соответственно, будет середина переда юбки. И тоже будет линия сгиба. Откладываем длину юбки спереди. При расчете мы получили величину 60 сантиметров. От точки N1 вверх откладываем 60 сантиметров. Можем поставить здесь точку T1A. Это будет линия талии по переду юбки. Находим боковой шов. При боковом шве, хочу сказать, что он находится в зависимости от типа фигуры. Выпуклые ягодицы, выступающий живот и боковой шов наш может сдвигаться. Это уже необходимо смотреть от фигуры. Давайте в нашем случае рассмотрим таким образом B1, этот отрезок, разделим на 2, прибавим 1 сантиметр. И от точки B1 отложим 28,5 сантиметров. То есть 55 разделили пополам, прибавили 1 сантиметр. Отрезок получили B, B2. Это линия боковая. Чертим от N2 вверх. Теперь уже мы можем отложить длину боковую. Длина юбки сбоку мы определили равна 62 сантиметра. N2, T2 будет равно 62 сантиметра. И точки пересечения обозначаем B2 на линии бедра. Теперь необходимо рассчитать выточки. Выточки будем рассчитывать отнимать от полуобхвата бедер. Это наши 55 сантиметров. Отнимем полуобхват талии. Обязательно учитываем тот 1 сантиметр, который у нас идет на свободу облегания. Итак, 55 минус 40 получаем 15 сантиметров. Теперь рассчитаем глубину выточек, раствор выточек передней, боковой и задней выточки. Раствор выточек рассчитывается таким образом. На переднюю выточку идет 0,2 от полученной разницы от 15 сантиметров. На боковую выточку идет 0,5 и на заднюю 0,3. Для того, чтобы высчитать, мы берем 15 сантиметров, умножаем на 0,2, чтобы вам было видно. 50 умножаем на 0,2, получаем 3 сантиметра. Передняя выточка будет 3 сантиметра. 3 сантиметра – это будет раствор выточки по 1,5 сантиметра в одну и в другую сторону. Теперь определяем положение выточки. Мы не определили еще с вами. Положение выточки определяем таким образом. Обхват бедер, полуобхват, простите, 55 сантиметров, делим на 5 и получаем B1, вот этот отрезок именно, 11 сантиметров. 11 сантиметров откладываем от точки B1 вправо и от точки B, простите, влево, от точки B вправо. Получаем точки B3, B4. Это расположение, место расположения выточек. У меня чувство такое, что я оговорилась, когда рассказывала про расчет выточек. Поэтому еще раз повторюсь, что для передней выточки раствор мы находим 15 умножаем на 0,2. Для задней выточки 15 разницу умножаем на 0,3 и боковая 15 на 0,5. После того, как определили место положения выточки передней и определили мы уже глубину нашей выточки, 15 умножить на 0,2 мы получаем 3 сантиметра. То есть раствор нашей выточки будет 3 сантиметра. Теперь определяем длину выточки. Длина выточки рассчитывается по формуле. Раствор выточки умножается на 4. Если мы 3 умножим на 4, получается, что от точки T3 откладываем вниз 12 сантиметров, ставим точку V, выточка. Поставив точку V, мы теперь от точки T3 вправо и влево должны отложить по 1,5 сантиметра. То есть если раствор выточки 3 сантиметра, мы отложили 1,5 и 1,5. В целом получили 3. Прорисовали выточку. По выточке задней. Здесь у нас от линии бедра выточка должна быть поднята на 3-4 сантиметра. И мы рассчитали раствор выточки задней. 15 умножить на 0,3 получается 4,5 сантиметров. То есть вот здесь поднялись, когда на 3-4 сантиметра поставили точку V4. От точки T4 вправо и влево отложили 4,5, разделили пополам. 2,25 мы откладываем от точки T4 и ставим точку V5, V6. Вся выточка 4,5. 4,5 делим пополам по 2,25 получаем. Переходим к боковой выточке. Расчет боковой выточки. Забыла я сказать вам, что когда мы нашли точку T2, ее необходимо соединить с точкой T, наша линия талии. И к ней уже, к этой линии талии, мы должны прорисовывать выточки наши. И точка T1A, когда мы опускались, здесь вот получается, на 1 сантиметр опустились, потому что здесь на 1 сантиметр меньше, тоже соединяется с точкой T2. И выточки идет до нашей линии, которую прорисовали. По боковой выточке. Боковая выточка, глубина ее может быть разной, в зависимости от фигуры. Но давайте возьмем среднее, пускай это будет 16 сантиметров. От точки T2 опустимся на 16 сантиметров, поставим V7. Поскольку расчет боковой выточки у нас 0,5, значит 15 сантиметров мы умножаем на 0,5, получаем 7,5. 7,5 разделить на 2, получаем 3,75. 3,75 должны отложить от точки T2 вправо и влево. В целом раствор выточки получаем 7,5 сантиметров. То есть половину от общей величины разницы полуобхвата бедер и полуобхвата талии. Соединяем вогнутой линией. Поскольку фигура имеет у каждого свои особенности, то выточки могут быть как прямыми, так и слегка вогнутыми. Это вы уже будете определяться при примерке. Еще хочу заметить, в зависимости от того, у кого, насколько разница может у вас получиться от точек, которые мы нашли, талия по задней половинке, по боковой и по середине переда. Хочу вам вот еще показать. Вот это боковой срез. И в зависимости от того, насколько будут наклонены ваши линии, когда мы будем их находить до точек пересечения по линии талии, возможно, проведя прямую линию от T2, необходимо будет подняться вверх, там может быть 0,5 см по боковой линии. То есть, как это вы можете проверить? Вы можете проверить это с помощью сантиметра от линии низа, проложив сантиметров и измерив длину до точек, которые мы определили боковые, V9, V8. Если длина соответствует, которую вы измеряли до линии пола, а потом вычитали 40 см, значит, все нормально. Если есть расхождение 3, 4, 5, 7 мм, значит, вы эти линии продолжаете и соединяете плавные линии с точками V1 и с точками V6. Вот такая вот особенность построения юбки. Но теперь вы сможете построить юбку на любую фигуру, с любыми, не хочется говорить отклонениями, с любыми особенностями, потому что все мы красивы по-своему. На этом все. Надеюсь, видео будет полезным для вас. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!